А помните, была такая сценка в нашей Раше о платной и бесплатной медицине? Суть пародии такова. В одной палате лежали Игорь Анатольевич, который лечился за свой счет. И где-то там в углу на полу валялась Анна Сергеевна, что проходило диспансеризацию за счет государства. Вот мы тогда все дружно смеялись над шуткой. А ребята-то авторы сериала почти провидцами оказались. Пожалуйста. 1 ноября 2020 года. Томск. Медсанчасть номер 2. Эта фотография облетела все мессенджеры, по-моему. На полу под кроватью лежит 70-летняя женщина, ветеран труда. Слушайте, мне даже тяжело это комментировать, если честно. Нет, конечно, фейки, коими завален Рунет, о том, что типа таким вот образом в медучреждении лечат, это всего лишь фейки. История была несколько иная. Из-за нехватки врачей и персонала пенсионерка с двусторонней пневмонией, с легочной гипертензией и с температурой под 40 просидела в коридоре в ожидании помощи больше 20 часов. В какой-то момент человек просто устал и просто отключился. Однако сути произошедшего оно не меняет. Но неужели такое возможно в 21 веке, в нашей стране, которая считается как будто бы цивилизованной, которая называет себя сверхдержавой, это свинство и скотство. Вот так я считаю. Кстати, к ватникам сейчас хочу обратиться. Как думаете? Чиновники от здравоохранения должны за это ответить? Или тут, как обычно, враги с какой-нибудь планеты Капекс опять виноваты? Начинаем! Друзья, а вы когда-нибудь слышали такое слово «приоритеты»? Так вот, рассказываю вам про эти самые приоритеты. На выплаты медикам, работающим с коронавирусными пациентами, правительство России выделило из резервного фонда в конце октября аж 24 миллиарда рублей. Круто, согласитесь? В то же время, содержание президента и его администрации в будущем году обойдется россиянам почти в 15. Улавливаете? Еще раз. Все вместе взятые, медработники страны, коих коснулся ковид, получат 24 ярда за 2020 год, а вот небольшая группа людей, обслуживающая одного единственного человека, в году следующем 15. Как вам? И да, чтобы вы понимали, администрация президента работает только с президентом, а еще у нас имеется администрация правительства, аппараты Госдумы и Совета Федерации. Это два разных аппарата, если кто-то не догнал. Ну и дальше вниз по вертикали, то есть у каждой госструктуры своя обслуга, которую мы с вами также содержим. Хлык губернаторов, мэров, парламентариев местных. Ну вы поняли. Вот вы говорите, царь, царь, а вы думаете, Марья Васильевна, нам, царям, легко? Да ничего подобного, обывательские разговорчики. И это только халуи, секретарии, помощники, мамки-няньки, бумажка-перекладыватели, жопа-подтиральщики. Короче, хрен пойми кто. Я думаю, если всю эту армию бездельников в одном месте собрать, еще одна Москва получится, так вот эта братва нам в копеечку встает. Ну кому до этого есть дело, верно? Мы же политикой не интересуемся. Хотя вообще-то это не политика. Это если совсем по-простому обычная бытовуха. Вот ты же ведешь дома какой-то маломальский учет доходов и расходов. Ну там заря плата такая-то. Из нее нужно отдать столько-то, скажем, за коммуналку. Столько-то за связь, столько-то на проезд и обеды на работе оставить. А теперь представь себе ситуацию. Ты приходишь домой однажды, жена встречает и говорит, милый, я всю твою зарплату потратила на нелатюченьку, которая будет смотреть в окно. Интересно, какой станет твоя реакция? Вот и я сейчас об этом же. У нас и правда деньги-то есть, вот только тратятся они бездарно. Да, Владимир Владимирович? Проблема, которая, особенно поучивок, которая затруднена сегодняшним. Подходим к разработке этой программы. Будем ее реализовывать. Это будет большим подспортом. Вы упомянули о проблемах? Это реальная журналистика. Дальше будет интереснее. Поехали! Очень хочу вам рассказать историю одной девицы. Зовут девицу Юлию Шойгу. Наверное, не надо объяснять, кто это, да? Судя по наградам, которые мадам имеет, ну, как минимум, она в космос летала вместо Гагарина. Ага, а до этого Великую Отечественную войну выиграла. Просто для понимания. Коротко, Адаме награждена знаком отличия. За заслуги перед Санкт-Петербургом. Кавалер Ордена за заслуги перед Отечеством 1-й и 2-й степеней имеет медали. За доблестный труд. За содружество во имя спасения. За честь и мужество. За активную работу по распространению знаний. Слушайте, я недавно по телеку выставку собак смотрел, показывали какую-то международную, так вот. Там у самой крутой собаки, что принадлежит кому-то из британской королевской семьи, и такого количества побрякушек не было. Добрый день, Юлия Сергеевна. Спасибо, что нашли время к нам зайти. Добрый день. Да, психология экстремальной ситуации. Эта тема очень жесткая, очень точная. И в этом году Центр отмечает свое 20-летие. Можно ли систематизировать опыт? Наверное, да. Наверное, 20 лет – это тот рубеж, в который опыт можно и нужно систематизировать. Кстати, я когда это интервью отсмотрел, все ждал. Когда же данный пропагандист кинется на пол и начнет Юлию Сергеевне с сапоги нацеловать? Может, вырезали просто этот момент? Ну да мы же, а мадам талант, предлагаю почитать ее биографию для начала. Слушайте, правда талантище. Родилась в 1977 году. В 1999, сразу после окончания университета, пришла работать в Центр экстренной психологической помощи МЧС. Не баран чихнул, сразу. В крупнейший психологический центр страны зеленую девочку взяли, даже без опыта. Дальше очень круто написано. Начала трудиться обычным психологом. Вау! Но уже через год с небольшим становится целым замдиректора. Вот этой вот махины. Представляете, всего год. И еще чуть-чуть человеку понадобились на то, чтобы и опыта набраться, и с людьми поработать, и кучу внештатных ситуаций через себя пропустить, дабы потом и людям помогать рассказывать, как правильно действовать. Это были десятки крупных чрезвычайных ситуаций в нашей стране. Ну, даже, наверное, сотни. За сотню точно переваливаем. Десятки чрезвычайных ситуаций за рубежом. Тысячи происшествий регионального уровня. Еще через год Юля становится уже директором данного центра. И, в общем, всю жизнь затем данную грушу околачивает, попутно получая награды. Вы, наверное, сейчас задаетесь вопросом, ну и зачем ты нам все это рассказываешь? Ежу понятно, отчего у дочурки лучшего друга главаря карьера как на дрожжах растет. А вот сейчас самая важная часть повествования будет. Итак, вы уверен, думаете, что Центр экстренной психологической помощи МЧС России? Ну, это что-то нереальное, что-то сродни Академии наук, потому что, наверняка считаете, ну, шутка ли? Работать с людьми, которые пережили настоящий кошмар, там, стали жертвой теракта. Или прошли через авиакатастрофу. Или пролежали под завалами несколько дней. Ну, неужели ж, возможно, в принципе, человек из такой ситуации выдернуть? Так молодец, Юля. Она ж все это умеет. Я еще неделю назад тоже так думал, что данный Центр чем-то таким и занимается. А теперь вопрос на засыпку. Попробуйте угадать, что там делают на самом деле. Не пытайтесь. Все равно не получится. Поэтому приглашу вас просто на официальный сайт данной структуры. Давайте вместе почитаем. Ну да, вот он сайт. Тут разделы всякие. Вот этот раздел нам интересен. Туда и стоит заглянуть. Здесь консультанты Центра публикуют свои научные статьи. То есть это то, над чем люди работают. В чем наиболее сильны, так сказать, как специалисты. Читаем, господа, читаем. Так, беременность, личностный кризис, горевание и утрата. Дети в семейных конфликтах. Если близкие тяжело болят. Как защитить себя от насилия. И вот это вот вообще мое любимое. Как пережить развод. Твою мать, вы понимаете, чем занимаются специалисты целого государственного центра экстремальной психологической помощи МЧС России. Это же кабинет женского психолога, самый обычный. Такие чаще всего на первых этажах жилых домов открываются. Папики для своих девочек покупают. Да, да, да. Но вот Сергей Кижигутович решил умыть всех российских папиков и создал для своей дочурки реальное кабинетище. Ай, молодец какой. Ребят, я правда не знаю, что в такой ситуации вообще можно сказать. Это какой-то звездец, и мы с вами два десятилетия работали на то, чтобы красавица Юля просто удовлетворяла свои амбиции. Браво! Ладно, чтобы не на грустной волне Кодрин снова повеселил, брякнув в эфире телеканала Россия 24, что проблему нищеты мы, оказывается, уже давно преодолели. Сперва у меня тоже глаз задергался, как и у многих из вас в данный момент. А потом я все-таки дослушал главного путинского аудитора и понял, из чего сие следует. Оказывается, на фоне пандемии уровень жизни граждан в цивилизованных странах просел где-то на 8-9 процентов в среднем. Ну вот и получилось, что они как бы нас догнали. В смысле, не в денежном выражении. Не гордитесь особо. Имеется в виду психологический барьер. Барьер, поясняю, тем же французам или англичанам, например, еще только предстоит пережить депрессуху, связанную с обнищанием. А мы-то уже в заднице давно. И даже начали тут обустраиваться. Ну, собственно, вот она, суть данного прорыва. Как-то так. Все, закругляться пора. И это была реальная журналистика. Ребята, что-то вы как-то не активно подписываетесь на наш второй канал. Там, между прочим, интересно. Мы там теперь каждый день новости выкладываем, которых здесь нет. Заходите, любопытствуйте, не пожалеете. Ссылка сразу под видео в описании. К слову, хочу поблагодарить сей кафе советского быта Фаина Раневская за предоставленное помещение. Да, мы в кафе теперь снимаемся. Ну и в соцсетях жду. Друзья, добавляйте, с темы предлагайте. Поднимем, обсудим. А я за всем спешу откланяться. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok